Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам на www.moanschool.ru. Сегодня мы поговорим про то, как инвестировать в pre-IPO. Это очень популярный последний год инвестиционный инструмент, который стал популярен вслед за инвестициями в IPO. Почему? Ну, потому что объективно, если зайти в компанию за 2-3 года до того, как она становится публичной, можно заработать еще больше. Это первое. И второе, здесь нет проблем с аллокацией, которая очень часто возникает, если вы заходите в компанию на уровне IPO. Но, как всегда, есть подвох. И инвестиции в pre-IPO связаны очень часто с непрозрачностью этой самой схемы инвестиций. На российском рынке я встречала множество вариантов, но все плюс-минус сводилось к трем. Два из которых мне представляются крайне непрозрачными, и я их не советую. Но я про них вам расскажу. С вашего позволения, я не буду называть конкретные компании, которые их используют, потому что, ну, если вы, в общем-то, к этим компаниям обратитесь, вы по описанию поймете, что речь про них. А вот если мы говорим про третью, более прозрачную схему, я расскажу про компанию, которая, я знаю, что ее используют, но если вы знаете какие-то другие, которые используют еще вот такую же прозрачную схему, напишите мне об этом в комментариях. Итак, начнем мы с непрозрачных схем инвестиций в pre-IPO, которые я не советую. Именно в силу того, что тут не очень понятно вообще, что вы в итоге покупаете. Итак, первая схема. Вы инвестируете в некий инвестиционный фонд. Чаще всего он зарегистрирован в штате Делавэр, ну, уже понятно. И сама цепочка транзакций, как инвестировать в этот фонд, проходит через не самые прозрачные юрисдикции. Вы получаете некий сертификат о владении паями этого фонда, но что внутри этого фонда, неизвестно, непрозрачно. Не прописано, какие конкретно pre-IPO в него входят. Очень часто там будет написано, что мы участвуем в разных. Это может быть там 1, 2, 3, 4, 5, а может быть еще 7, 8, 9, 10. И в итоге получать, что если вы хотите в конкретной компании поучаствовать, через такую схему это будет чаще всего невозможно. Дальше. Порог входа в такую схему обычно высокий. От 100 тысяч долларов. Это чаще всего не самый ликвидный вариант входа и не самый ликвидный вариант выхода. Потому что, ну, на моей памяти я знаю нескольких человек, которые таким образом инвестировали в pre-IPO и до сих пор не могут оттуда выйти, к сожалению. Ну, пытаюсь помочь, чем могу, но пока не очень хорошо получается. Поэтому здесь абсолютная непрозрачность. Я такую схему, конечно же, не советую. Вторая история. Это феерия комиссии и феерия непрозрачности. Будет вам напоминать сказку про то, где находится смерть Кощея. Сейчас поймете, почему. Не буду называть, что за компания. Значит, с чем я сталкивалась? Инвестиции в pre-IPO идут через стратегию доверительного управления. Значит, за подключение к этой стратегии комиссия. Ну, на момент записи этого ролика это было, по-моему, 1 или 1,5%. Дальше. Внутри стратегии, значит, это как это утка в зайце, зайцам где-то еще. Значит, внутри стратегии паи закрытого паево-инвестиционного фонда. Внутри паево-инвестиционного фонда акции инвестиционного товарищества, которое инвестирует в pre-IPO. То есть это вот эти вот действительно смерть Кощея. И комиссия у вас на каждом этапе. То есть за подключение к ДУ комиссия, управляющая компания берет комиссию в рамках стратегии доверительного управления. Потом еще идет комиссия, которую берет управляющая компания закрытого паево-инвестиционного фонда. Еще идет комиссия за успех. Ну, то есть это просто полный привет. И, собственно говоря, здесь самое опасное заключается в том, что вы инвестируя таким образом, не понимаете, в какие pre-IPO вы входите. Потому что в описании сказано, что мы отберем 3-10 pre-IPO, за ближайшие 5 лет на которые создан этот закрытый фонд. Но точно не знаем каких. Будем смотреть, в общем-то, по месту. И по мере того, как компания будет выходить на IPO, в общем-то, фонд будет распределять полученную прибыль. А если компания не выйдет за этот период на pre-IPO, то как бы вот оно будет продано. Но, опять же, непонятно кому, по какой цене и так далее. То есть абсолютно непрозрачная схема. Здесь прозрачны только комиссии. Что они берутся абсолютно везде. Вход я встречала от 50 тысяч долларов. Но, конечно, такие способы инвестиций в pre-IPO мне представляются не совсем корректными. И третий способ инвестиций в pre-IPO, который я встречала на российском рынке, и тот, который мне показался наиболее прозрачным и понятным, это инвестиции через SPV, Special Purpose Vehicle, зарубежное юридическое лицо, которое, собственно, специально используется для того, чтобы выпускать сегрегированные акции, сегрегированные классы акций под конкретную pre-IPO идею. И вот этот сегрегированный класс акций, у которого есть ICIN Code, который зарегистрировано в Евроклиере, и которые, естественно, могут усчитываться в НРД, вы покупаете. То есть это не на деревню дедушки отправляются деньги, а это вы участвуете в понятном pre-IPO, понятной, заранее известной компании, а не какой-то фонд где-то там в офшорах, который куда-нибудь, наверное, вложит, а может быть и нет. И при таком сценарии вы можете участвовать в pre-IPO по сути через любого брокера, потому что если у вас есть ICIN вот этого сегрегированного класса акций этой SPV, то этот класс акций зарегистрирован в Евроклиере, то по сути своей вы имеете брокерский счет тут, тут, тут или тут. Имея ICIN, вы можете поучаствовать вот в pre-IPO. Нормально, хорошая тема. Из того, что я встречала на российском рынке, пару входа вот в такую историю, в такой сегрегированный класс акций через SPV шел от 10 тысяч долларов. По комиссиям, то, что я встречала, комиссия за вход 5% и 20% success fee. Больше никаких комиссий скрытых, еще что-нибудь там сверху, сбоку, еще нету. То есть это самое прозрачное, что я встречала на российском рынке. Пока поправьте меня в комментариях, если это не так и если встречали еще где-нибудь такое. Пока я такое встречала только у ITI Funds. И у них вот эта вся структура, инфраструктура устроена следующим образом. Я ее детально изучала и даже у компании запрашивала некоторое разъяснение. Смысл есть. Собственно, российский профучастник, это ITI Funds, который отвечает за то, что отбираются инвестиционные идеи для, собственно, выпуска вот этого сегрегированного класса акций. Те или иные идеи на IPO, при IPO. Обычно из десяти выбирается, ну, где-то вот один вариант, потому что не все при IPO-шке они имеют тот или иной потенциал. Такая вот история. Дальше. Вот ITI Funds, они владеют юридическим лицом, которое называется ITI Prime Investments. И это юрлицо зарегистрировано на Генсе. Именно это и является тем самым SPV, которое выпускает сегрегированные классы акций под каждое при IPO. Структурированием сделки занимается ITI Funds. Чтобы все было прозрачно, дополнительно используется администратор O'Korian и аудитор Baker Тиле. Информация запрашивалась мною у ITI Funds. И юридический консультант Кола Скрелл. И здесь получается, что сделка максимально прозрачна, которая только бывает. Стоимость вот этого сегрегированного класса акций, она соответствует, собственно, стоимости компании, которая у нас выходит и находится на стадии при IPO. И здесь я вам оставляю в комментариях к этому ролику ссылочку, где вы можете цену таких бумаг смотреть. Абсолютно рекомендую всем. Источник абсолютно бесплатный, посмотрите в комментариях. За ликвидность вот этого сегрегированного класса акций отвечает ITI Funds. То есть, в принципе, вы можете войти в эти инвестидеи при IPO через любого брокера, имея вот эти ICIN-ы, тех или иных при IPO-шек, которые вам понравятся. Ликвидность, пожалуйста, без проблем. Единственный момент, конечно, то, что нужно учитывать, что если захочется выйти довольно быстро в срочном порядке, то, конечно, здесь будет дисконт. Это понятно. Обычно это 5-10%. Если вы просто выходите в свободном полете и режиме, то применяются те комиссии, которые я вам рассказывала, 5% за вход и 20% с прибыли. Такая вот история. Пожалуйста, друзья мои, несмотря на то, что комиссия достаточно, мы видим, прозрачная, мы видим, что пара у входа очень комфортно 10 тысяч долларов. Помните, что при IPO это только для квалифицированных инвесторов. Либо вам требуется иметь зарубежный счет, чтобы иметь сюда доступ. Зарубежный счет у зарубежного брокера, который вы выбираете самостоятельно. Так что здесь я не могу влиять на ваше решение. Это первый момент. И если вы работаете через зарубежного брокера, понимаете, какая у нас есть отчетность перед налоговыми органами. Второй момент. Пожалуйста, помните, что при IPO, несмотря на то, что это правда очень высокопотенциально маржинальный инструмент для вашего портфеля, то здесь можно зарабатывать 2x и 3x при хорошем раскладе, очень хорошем раскладе, инструмент с повышенным риском. Здесь может быть ситуация, что компания на IPO не выйдет. Или выйдет сильно-сильно позже, чем вы ожидали. Вы не получите ожидаемую прибыль, вы можете получить убытки. Поэтому, друзья, диверсификация и мое личное мнение. Вот если вы готовы к риску, то на операции при IPO я, наверное, советовала бы выделять процентов, может быть, 10 портфеля. Но если вы супер агрессивный инвестор, прям супер-супер-супер-супер, ну 15. И, пожалуйста, ни в одно при IPO абсолютно все деньги. Лучше распределить, я бы рекомендовала инвестор идей 10. Для того, чтобы повысить вероятность, что в итоге ваши инвестиции в при IPO будут удачными, успешными и вас не разочаруют. И, пожалуйста, если вы инвестируете в столь сложный инструмент, через какую бы компанию вы это ни делали, уточняйте комиссии, уточняйте ликвидность пороги входа для того, чтобы потом не было каких-то нереалистичных ожиданий. Друзья, если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на канал. И, естественно, я буду очень признательна, если вы мне напишите, а участвует ли вы в при IPO, а через каких провайдеров, а с какими трудностями вы сталкивались. И, может быть, вот эту историю с SPV вы видели среди других профучастников, помимо ITI-фанс. Тоже мне напишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно узнавать все больше и больше от вас и понимать, что вам еще интересно узнавать от меня, на какие темы мне записывать в следующие ролики.